Институт радиобиологии, созданный в 1987-м, в 2003-м его перевели в Гобель. Сегодня в складе института просуют шесть лабораторий, которые занимаются практически всем спектром чернобыльских проблем. Кольки распросовок сделаны в институте за часы его основания, одразу, напевно, не скажет никто. На початку 2000-х, например, тут презентовали хлеб, который выводится из организма радионуклиды и кормовые добавки для живел с тем же эффектом. У сельхозподприемцев, до речи, гэтую распросовку оценили становча, али спослались и на отсутность сродку для ее укоронения. О 2014-м и 2015-м на гомчине вырабляющий творог, распасованный в институте биологичной добавкой, али зараз, знасти, ягу у крамок уже немогчима, сегодня ученые демонструют ящедного находництва. Бакаши, по отсутности, это биологичное удобрение за отходы зерневых культур и микроорганизмов, якое полепшая якость хлеба и дозволяя утрымлить ее вильгать. Плюсы его в том, что, во-первых, это органическое, можно сказать, удобрение, и, во-вторых, там есть микроорганизмы, которые в почве продолжают действовать, и они оздоравливают почву тем самым. Если почва была нарушена какими-то химическими факторами загрязняющими, то восстанавливается микрофлора почвы, что повышает ее качество, повышает устойчивость выращиваемых растений к различным факторам неблагоприятным, ну и увеличивает урожайность. Новая распроцовка уключена у каталог пропанов Национальной академии наук. Але термины, еле заявления на полициях Крам не называются. Укоронение сегодня, беда, самая великая проблема науковых институтов. Нехто заботворцев спосылается на нежадание изменения технологичных процессов, нехто неуполненный узопотребованности, нехай користной, а не новой продукции. На думку науковцев, самое эффективное выращение питания – створение одины маркетинговой службы и пошук инвесторов. Наша задача – разработать и дальше отдать уже какой-то промежуточной структуре, в частности, тем, которые будут заниматься и маркетингом, и исследованием рынка. Потому что ученые – это не маркетологи. Становление белорусской науки началось еще в 20-х годах минулого 100-х годов. И зараз в Украине иснують науковые школы с оправдой с усветным узровнем. У институтов проводятся доследования, об яких ранее навод не марали, а их выники допомогают развивать перспективные галлины экономики. Правда, сами ученые признаются – эффективность их деятельности могла бы быть и больше высокой. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо, компания «Гомик».